Сразу три престижных медали привезли карагандинские спортсмены из-за рубежа. Борцы Эльмирас из Дыкова и Ирмухамбет Инкар стали призерами международного турнира в Болгарии. А дзюдоист Максим Раков удостоился звания серебряного призера на мировом турнире Гран-при, который проходил в Анталии. Подробности в репортаже Дианы Рамазановой. С 7 по 9 апреля на Буллстрат-арене в Болгарии прошел 55-й международный турнир класса А по вольной, греко-римской и женской борьбе, на котором наши карагандинские борцы завоевали серебряные и бронзовые медали. Ежегодно турнир собирает сильнейших борцов из Болгарии, Турции, Украины, России, Казахстана и других стран. Свыше 500 борцов приняли в нем участие в этот раз. Хороший результат показали наши карагандинцы Ирмухамбет Инкар, завоевавший серебро весовой категории 125 кг, и Эльмирас из Дыкова с бронзой категории 69 кг. Максим Раков, выступавший на мировом турнире в Анталии, принес Казахстану серебро. Соперниками Максима стали 252 спортсмена из 34 стран мира. Завоеванная серебряная медаль подняла рейтинг дзюдоиста в мировом табеле с 29 на 13 место. В принципе, все сложилось нормально. Немножко в финале, можно сказать, может быть, зря лист, но, может быть, нет. Ну, боролся в свое удовольствие. Это обычный гран-при, взял очки. Сейчас в рейтинге уже поднялся немножко. Еще пару турниров можно будет уже нормально в рейтинге стоять. А так, в принципе, нормальное выступление. Это, можно сказать, я особо туда и не готовился, потому что я после Олимпиады где-то восстанавливался. Это первый такой турнир. Особой подготовки не было, потому что, ну, один сбор всего прошел. Так что, думаю, на данные, как бы, мои функциональные и вообще кондиции выступил хорошо. Несмотря на хорошие результаты, карагандинские спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом. К предстоящему чемпионату Азии они поставили цель завоевать золото.